Это замещение товаров и продукции, а также пути возврата российской экономики к росту. Инвесторы из 25 государств, включая страны Европы и Северной Америки, а также представители почти всех регионов России, собрались на Международный инвестиционный форум в Сочи. В числе участников и глава Ненецкого округа Игорь Кошин. Международный инвестиционный форум в Сочи – площадка для диалога бизнеса и власти, необходимая для успешной реализации серьезных инвестпроектов на территории России. В рамках деловой программы главного инвестиционного мероприятия страны в форме открытой дискуссии представители государства, предпринимательских сообществ и экспертов поднимаются самые острые вопросы развития экономики. На форуме в рамках пленарного заседания на тему «Вернуться к росту. Стратегии для России» выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Он предположил, что цены на нефть, вероятно, останутся низкими достаточно долго. Это значит, что нужно быстрее найти другие точки роста. У нас впервые за последние несколько лет нефтегазовые доходы бюджета заняли менее половины всех доходов. Конечно, определенную роль сыграли низкие цены на сырье и гибкая курсовая политика. Мы не должны пассивно пережидать такой нефтяной ледниковый период, нефтяную паузу. И даже когда цены на нефть восстановятся, а в этом никаких сомнений нет в силу циклических причин, они не должны быть основным источником пополнения бюджета, поставил задачу Дмитрий Медведев. Также премьер-министр принял участие в работе кругового стола «Инвестиционный климат на местах. Секреты успеха» и провел встречу с представителями российских деловых кругов. В работе форума принимают участие отраслевые министры России, руководители крупнейших российских компаний, представители зарубежных государств, главы регионов. Губернатор Неницкого округа Игорь Кошин в рамках форума подписал соглашение о сотрудничестве с Германом Грефом. Основная задача документа – содействовать диверсификации экономики Неницкого округа, увеличению окружного ВВП и поддержке малого бизнеса. Сбербанк намерен участвовать в инвестиционных проектах на территории округа, включая развитие агропромышленного комплекса, рыбной промышленности, энергетики, систем связи и телекоммуникаций, туризма, транспорта и жилищного строительства. Несмотря на то, что НАО – регион-донор с большими запасами углеводородов, у нас есть четкое понимание, куда двигаться, чтобы развивать альтернативную экономику округа. Это сельское хозяйство, рыболовство, оленеводство, туризм. Настало время новых возможностей, и соглашение со Сбербанком будет способствовать их реализации. Отметил Игорь Кошин. Церемония подписания прошла с использованием современных технологий. Вместо бумажной версии соглашения стороны использовали электронную и с помощью планшетных компьютеров поставили цифровые подписи. Не обошли на форуме и тему бюджета страны на 2016 год. По мнению председателя правительства Дмитрия Медведева, в настоящий момент бюджетная политика не может быть иной, кроме как более жесткой. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о том, что власти России могут в ближайшее время принять решение о дополнительном сокращении чиновников. Правительству предстоит заняться совершенствованием работы государственного аппарата. Во-первых, он должен быть компактным. Во-вторых, по словам Медведева, он должен быть эффективным. В-третьих, отметил премьер-министр, он должен быть прозрачным. И в этом особая роль общественного контроля. Также глава правительства сообщил о том, что в бюджете 2016 защищенными статьями остаются международные обязательства, оборона, поддержка сельского хозяйства и социобязательства. Продолжение следует... Продолжение следует...